здравствуйте друзья доброе утро а у нас дождь хороший такой знаете хорошим дождь и прям такое ощущение что возвращается нормальная погода то есть нормальная погода но вот затем 27 лет что я здесь живу нормальная погода была такая зимой дождь вот ноябрь декабрь январь может быть даже февраль немножко такие дожди ночи по типу вот это вот типа вот это и хватало чтобы добраться водички водохранилище и для пали его там и для в горах там чтобы снежок был покататься на лыжах а потом снежок подтаивает на этом водохранилище стекает очень была такая экосистема хорошая а вот потом лет пять вообще дождей не было в прошлый год был чересчур дождливый такой но в ноябре не было дождей то есть вот то что дождь сейчас пошел это как бы вот напоминает нормальные такие хорошие времена здесь когда дожди все люди радуются я помню похожую ситуацию с засушливостью когда мы только приехали мы приехали уже года два дождей не было вообще не было ну и потом пока мы жили тоже года два или три дождей вообще не было и уже начали говорить что надо бы отключить воду сейчас уже договаривались там апельсины вместо калифорнийских откуда-то еще привезти там из израиля может быть по радио по телевидению такие знать объявления были говорят вот там пошел в туалет по малой нужде не спускай только если по серьезному а так не спеши там водичку экономь и вот совершенно так вот можно сказать все мозги прожужжали граждане не тратите воду это было там 20 лет назад но напоминало то что было относительно недавно тоже тоже лет пять не было дождей и плюс действительно климат меняется в то смысле что жарко становится теплее стало теплее и не только здесь но вообще в целом мире вот я прочитал что уже не нужны ледоколы там в наше время все гордились ледоколом ленин фигачит там по северного морского пути проводит суда а сейчас и ледокол не нужно сейчас не замерзает ну пишем так я что мне живу там может кто-то с берега там посмотрели скажет вот и дождь дождь это еще не только вот вода для там народно-хозяйственных нужд и личного употребления вода это еще грибы вот когда в ноябре начинаются дожди вот первая мысль раз вот такой дождик пошел а тепло сейчас тепло а через пару дней можно идти за грибами значит грибы собирают ну в разных местах собирают но есть очень живописное место называется севентин майлс драйвина туристическая такая аттракшн туда люди приезжают там красота такая дают тебе карту на входе десятку плач дают карту такой маршрут и там два десятка точек значит это можно выйти посмотреть фотографироваться такой от места сидите простым значит там еще гольфовые поля и вот гольфовые поля и по обочинам этих гольфовых полей так грибочки растут вы себе представить не можете ну исключительно начинается сезон с белых если вы интересуетесь грибами можете на канале у нас сделать поиск там на грибы вы увидите у нас есть несколько сюжетов хорошие прям видно как они такие красавцы вот такие вот вот такие вот белые хорошо но мы последнее время перестали собирать грибы но у нас правда есть с прошлого раза еще мы засушили там много было белых мы засушили вот они до сих пор лежат мы не съели ну это же не ради кормежки вы поймите правильно это же для искать возвращение ментальное подключение каким-то источником энергии знаете из из молодости из детства вот грибочки хорошо давайте вам покажу что тут делается вот через водительское стеклышко ну смотрите когда начинаются дожди ну это праздник у адвокатов занимающихся компенсациям по автомобильным авариям потому что народ здесь под дождем есть совершенно непривычный и как только дождик какой-то начинается даже небольшой обязательно кто-то в кого-то въезжает а бывает что и массово въезжают и вот у них вот у этих вот дорога начинается гораздо больше работы чем обычно так что вот есть например такая еще сторона жизни под дождем а чё они так не спешат правда вы видите они не спешат я правда сегодня еду немножко раньше на работу у меня урок в 10 часов вот через 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 20 минут урок начнется я так обычно на полчаса позже хорошо правда дождик здесь люди радуются когда дождик в индии мне студентки рассказывают в индии дети как но них сезон дождей на эти муссонные они там несколько месяцев идут такие проливные со страшной силой и они говорят что вот все дети когда сезон дождей все дети высыпают на улицу и играют в грязи вот они там возятся все такие грязные и это вот у них такая радость вот у нас конечно такого уровня дождей нету да уже мысли о природных катаклизмах уже почти каждый день что-то пишут про изменение климата про то что того что было уже нету и не будет и те изменения которые сейчас есть они спрягают вот вот ураганы вот там наводнение это все не просто так это все результаты таких фундаментальных изменений в климате и это только начало говорят они вы думаете это уже все нет говорят они это только начало вот и вдруг видишь дождик вот как всегда знаете и с одной стороны ты понимаешь что какие-то изменения там глобальные есть и это действительно только начало другой стороны хочется видеть что все-таки и просто дождик в правильное время тоже может приключиться правда давайте как хорошо вот когда сухо и дождей долго нет и потом начинаются дожди то в новостях обычно вот там начинается местных местных новостях значит в каком водохранилище насколько поднялся уровень воды в прошлом году неожиданно был дождливый год но до этого что тоже все уже прожужжали что там воды нет и фермером что-то там не давали достаточно воды хотя они умудряются в калифорнии даже и выращивать знаете чтобы в общем то неправильно для такого места где воды мало и и вот у них был новый лозунг такой brown из и не у грин то есть ну концепция такая что вот вместо того чтобы травку сажать и поливать значит вместо этого давай камушками выкладывать там какие-нибудь кактусы по поставить что-нибудь такое что воды не берет и мы на этом деле вот санта-круз у нас на даче мы фронт ярд и бэк ярд оба мы покрыли камушками так очень ну такими знаете живописненько все это живописненько там даже травка есть но она искусственная чтоб не надо было не поливать не подстригать там и дел с ними вот так вот поэтому когда дождь то сразу много радостных мыслей люди у которых дождь чуть не каждый день или там легко может быть в любой день вот они не поймут как радуются дождю люди пустыни ну типа типа пустыни вот как-то кстати мы живем относительно недалеко от океана поэтому здесь пустыни не если бы не океан с его холодным течением то мы скорее всего имели бы здесь пустыню реальную такую реальную пустыню то есть вот если отъехать от побережья тихого океана там я не знаю 50 миль там 100 миль натурально пустыня даже даже меньше на меньшее расстояние если отъехать где-нибудь в районе лос-анджелеса просто либо такая уж совсем пустыня пустыня либо тип такой засушливой степи а если в сторону аризоны поехать то там кактусы стоят такие знаете вообще ничего нет одни кактусы вот ну что друзья я еду на работу вот поздравляю нас всех с дождиком и посмотрим посмотрим не вернутся ли изменения это не вернутся ли глобальные изменения туда где оно всегда было потому что вот уже дождь пошел ждем да раз еще у нас время есть там пару минут я скажу вам может быть кроме дождя тут мне с утра значит шлет что вот прокомментируете что вот там в палате представителей с форматом типа законопроект у них там по импичменту Трампа значит дело в том что есть какие-то люди которым ну как бы сказать хочется быть заметными вот они как-то так вот пытаются быть заметными не только другие члены там палаты представителей но даже руководство демократическое руководство палаты представителей говорит что это все не нужно и абсолютно какой-то нонсенс и так далее поэтому это не инициатива партийная это инициатива там нескольких человек которым как-то хотелось показать что они тоже чем-то заняты все знают что ничего из этого не выйдет все знают и они тоже говорят мы знаем что недостаточно голосов там того и сего но вот мы считаем там нужным сказать что мы есть но они есть дай им бог здоровья пусть они там будут вот и ну что сказать они конечно изолированы от возможности чем-то заниматься по делу потому что как бы сказать законодательные наши органы фактически заблокированы вот этой своей неспособностью и нежеланием работать вместе над какими-то законопроектами поэтому сейчас у республиканцев большинство и они там как-то генерят шустрят вот а у демократов как бы бессмысленно чего не генери все мимо значит ну и они как-то фактически отдыхают ну и на отдыхе вот так развлекаются все друзья счастливо и до скорых встреч прохлад все